Приветствую вас. Вы знаете, у меня при чтении вашего текста возникло такое стойкое немного ощущение, что вы нуждаетесь в мужчине вот таком, который старше вас на приличное количество лет только потому, что сами вы нуждаетесь в такого рода человеке. А то есть вы нуждаетесь в ком-то, кто старше вас, в ком-то, кто может быть мудрее вас, в ком-то, кто может быть опытнее вас и так далее. Ну, по крайней мере, по крайней мере, так мне показалось, исходя из того, что вы написали. И я полагаю, что ключевой момент здесь, он именно в этом. То есть вы изначально ведете себя таким образом, нужно ставить себя с этим мужчиной так, что он относится к вам без какого-либо адекватного уважения. И, соответственно, если вы воспринимаете мужчину как того, кто должен, например, как-то априори вас принижать, а мужчина вас, к сожалению, именно что и делает, что принижает, то это только потому, что вы ему говорите о том, что вы в этом нуждаетесь. Моим поведением. То есть вы ведете себя как своего рода жертвы. И будучи в состоянии жертвы, вы, ну, собственно говоря, провоцируете мужчину на такое отношение к вам. Это вот то, что я могу сказать, ну, вот непосредственно исходя из вашего текста. Значит, соответственно, я рекомендую вам здесь подумать о, может быть, таких вещах, как уложение к себе, и самооценка немножечко, может быть, личных границ, то есть чтобы вы четко понимали для себя, где вред вам, где польза вам и так далее. Чтобы были вот такие проявления адекватные. Вот. Значит, смотрите. Далее вы говорите, что встречаетесь, живете с мужчиной где-то 8 месяцев, а встречаетесь год. Значит, вам не кажется, что несколько быстро вы с ним слизились? То есть вот прошло всего лишь в 4 месяца, да, а в 4 месяца прошло, и вы их с ним уже приближаете. То есть, мне кажется ли вам, что вы это делаете, ну, как-то, лично, быть, то есть, может, вы торопитесь, торопитесь куда-то, быть, может, вы пишите куда-то, быть, может, вам нужно, необходимо для чего-то быть, ну, не быть одной, а быть именно с мужчиной, да, то есть вот эти моменты также я рекомендую вам как следует проанализировать, потому что они, ну, важны. Почему так быстро вы с мужчиной, значит, сближаетесь? Вот. А почему вы с мужчиной живете вместе, значит, как бы не вступая с ним в брак, да, то есть мужчина не делал вам предложения, мужчина не сделал вас своей женой, а вы у всех, как бы, ну, с ним живете. Вот это вот отношение к себе подобного рода, да, оно не является правильным, оно не является полезным для вас. И, соответственно, можно говорить о том, что именно эти проявления, именно эти проявления вашей активности и составляют по большому счету, так сказать, фундамент вашей проблемы. То есть все это находится пока что за... То есть все это вот то, что... То, что вы описываете, все это, к сожалению, не более чем следствие... Следствие проблемы, которая находится немножечко... Ну, немножечко... Клубше. Вот. А... Дальше... Идем. Так. Женат он не был, детей нет. Ну, вот. Соответственно, момент какой. Не насторожил ли вас... Не насторожил ли вас... Тот факт, что мужчина не был... Женат. Никогда. Никогда. Несмотря на то, что... Ему... Уже 36 лет. Да. Он никогда не был женат. Так. То есть как вот вы... Сами думаете... С чем... С чем это связано? Почему? Так. Так. Вот. Ну, вот. Просто вот ваши собственные мысли, размышления. Вот. То есть... С кем вы в отношениях? Отдаете ли вы себе отсчет, с кем вы вступаете в отношениях? Кто рядом с нами? Вот. Не обязательно это плохой человек. Не обязательно. Но... Нудно, чтобы вы отдавали себе отсчет, что он из себя представляет. Понимаете? Дальше. Значит... Я тоже не была замужем и детей нет. Ну, смотрите. По тому, что вы говорите о замужестве, по тому, что вы говорите о детях, я полагаю, что для вас имеет несколько большое значение. Ну, скажем так... Статус. Ну... Социальный статус. Да? Ну, вот. Соответственно, я хотел бы, хотел бы, чтобы вы также для себя подумали. Зачем вам замужество? Зачем вам замужество? Какое, просто какое отношение у вас к этому? А вот... Ну... Зачем вам замужество? Что оно для вас значит? Понимаете? Это тоже очень-очень-очень-очень важный аспект. Вот. А дальше? Дальше идем. А вы пишите? Вы пишите. Жили на его территории. Недавно купили квартиру в ипотеку напополам. А не кажется ли вам, опять-таки, не кажется ли вам, что вы спешите несколько? Потому что, ну, вы знаете, человека год, а он вам не сделал предложение еще, вы уже покупаете квартиру в ипотеку. Как бы, вот знаете, интересный момент такой, на мой взгляд. Опять же, опять же, чем связан такой выбор? То есть, для чего вы, значит, для чего вы пытаетесь, ну, вот так быстро, да, ну, допустим, взять себе ту же квартиру? То есть, зачем она вам так быстро? Блин, понимаете? Какая важная вещь. Дальше идем. Значит, вы пишите. Если возникают ссоры, то виноваты получаетесь вы. То есть, правильно ли я вас понимаю? Значит, что мужчина, он как бы ищет виноватых с учетом того, что делает. То есть, мужчина переносит ответственность за свои какие-то проблемы, ответственность за свою неудовлетворенность на вас. Правильно ли я понимаю? Соответственно, мужчина это делает, потому что а, вы позволили ему, б, значит, у него нет мотива вести себя с вами иначе. Понимаете? То есть, мужчина считает, что вы принадлежите полностью ему. Мужчина считает, что вы зависите от него целиком и полностью. Мужчина считает, что вы от него никуда не денетесь. И вопрос, который я хочу вам задать, почему мужчина так считает? Почему мужчина пришел к этому выводу, к такому выводу? А, действительно, вас. Дальше идем. Последней каплей стало то, что я стал собирать вещи для переезда. Так. Последней каплей стало для кого? Значит, убрала я их не так, как он хотел. Возможно, да. Я сложил их неправильно, нужно было рассортировать. Так. А почему вы говорите возможно? Ну, так правильно или нет? То есть, вы определитесь. Правильно вы вещи-то забрали или нет? Что значит возможно? Возможно так? Возможно как-то по-другому? Вы же понимаете, наверное, что, ну, так не бывает. Либо правильно вы делаете, либо нет. А то, что вы не уверены, ну, вот, в том, что говорить, это еще больше маслый огонь на самом деле только подливает. Вот. Понимаете? Такая штука. Значит, дальше вы говорите, нужно было их рассортировать. Значит, если, как вы говорите, нужно было их рассортировать, то вы почему-то этого не понимаете. не сделали. И опять же, к вам вопрос. Почему? Если вы знали изначально, что эти вещи нужно рассортировать, но не рассортировали, значит, к вами двигалось что-то. А мы с вами двигало нежелание это делать. Возможно, бунт против порядка, которому пытались приучить вас, ваши родители. Возможно. 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 Не обязательно так, но возможно. Если так, то вы, получается, стремясь к порядку, подсознательно стремясь к порядку, то встречаете блок на своем пути, блок именно родительский, который говорит вам, что вы ничего не умеете, что вы ничего не знаете, что вы делаете все неправильно и так далее. И, по сути дела, мужчина ваш – это точно такой же родитель, что и ваши родители, которые вам говорили. Возможно, ваш с отец, который ведет себя так же, мужчина ведет себя с вами так же, как вел себя с вами ваш с отец когда-то. Может быть, даже относительно недавно он это делал. Далее. Вы пишите о том, что он увидел это, ваш мужчина, и начал орать. Ты что, дебилка, что ли, что тебя ничего просить нельзя, с этой головой своей не думаешь. Ну, смотрите, у мужчины есть явные проблемы. То есть, человек, он явно не совсем успешный, недостаточно значим человек. Вот. И, собственно говоря, недостаток своей значимости мужчина пытается как-то компенсировать за счет вот этих криков своего какого-то поведения агрессивного поведения агрессивного по отношению к вам. То есть, постарайтесь понять такой важный момент, что тот в ту минуту, когда он с вами, ну, скажем так, ведет себя вот таким образом, да, то есть кричит в тот момент, он говорит не с вами на самом деле, он говорит в этот момент с кем-то, кто его обидел. Возможно, это также его родители. Возможно, это его неудавшиеся отношения какие-то с кем-то. Возможно, это что-то еще, о чем мы знать, конечно же, не можем сейчас. Ну, о чем, может быть, знаете вы, но об этом, естественно, не говорите. Дальше, значит, итак, при любой ссоре постоянно. Здесь вы, конечно, в некоторой степени, я бы сказал, жалуетесь на своего мужчину, занимая позицию при этом, к сожалению, жертву. То есть, вы традиционируете себя здесь как жертва, в плане, что вот, дескать, мужчина, вот он такой плохой для вас, что вот время ссорится, время орёт и так далее. Но, во-первых, вы не написали, любите ли вы этого человека, принимаете ли вы его таким, какой он есть, потому что, ну вот, по вашему сообщению никак нельзя понять этого. Любите ли вы его, не любите ли вы его, принимаете ли вы его, не принимаете ли вы его, вот, как вы вообще к нему относитесь. Но, понять, постарайтесь, на самом деле, всего лишь одну вещь, но очень важно, что это ваш выбор. Вас никто не заставляет с этим мужчиной быть, знаете, либо вы ведёте себя так, что не позволяете ему с тобой вот так общаться, взаимодействуя, да, то есть, как бы, вот он ещё раз на вас так, например, перекричит. Вы ему, слабо можете, что сказать, что, дорогой, прости, но вы чё-то кричишь так, ну, я не думаю, что заслуживаю этого, ну, такого отношения к себе. И, соответственно, как бы, показываете ему, что для вас такое поведение неприемлемо. Любым удобным способом. Так, возвращался домой после работы, позвонил мне, спросил, что надо купить, я пошел осмотреть. А, приходил домой, высказался, я даже не думаю головой, что мы будем пущать. А, ну, то есть, понимаете, здесь у вас вообще какие-то жалобы. А, просто, просто, ну, очень сильно у вас здесь радуется обида, да. То есть, вы, вы, ну, воспринимаете слишком всё буквально, да. То есть, мужчина, он явно не удовлетворён, в чём-то у него явно есть какие-то проблемы. Вот. И, либо вы своему мужику не говорите, что, дорогой, я понимаю, что я не идеально, вот. Понимаю, что я делаю какие-то вещи неправильно. Ну, и ты, понимаешь ли, что вот твои отступки, да, твое поведение, твое отношение ко мне, оно совершенно неприемлемое, да. Вот. То есть, вот тут вот нужно, чтобы вы примерно вот так себя провели. Знаете, вы же, вы же как будто бы жалуетесь, да. То есть, вы, с одной стороны, обрадуетесь перед ним, с другой стороны, выводов относительно своей ответственности тоже не делаете, да. То есть, вот у вас одна ошибка, да, вторая ошибка. То есть, вот вы, ну, как будто бы с пренебрежением одно потому что делаете. Вот. И, опять же, я думаю, что вы очень сильно поспешили людьми потому что, ну, как бы друг друга ведь узнать нужно. Понимаете? У меня такое ощущение, что мы друг друга, наверное, не очень хорошо. Вот. Кроме того, не очень понятно, когда начались эти ссоры. То есть, вы швете-то уже вместе какое-то время, да, вот. И какое-то время, получается, жили без ссор, а уже потом ссоры нашлись. Значит, в отношениях мужчины у вас что-то поменял, и нужно разбираться с тем, что именно поменял. Дальше. Значит, так. Вот так в любой ситуации, почему он постоянно говорит головой, думает. Потому что я все делаю неправильно. Ага. Интересно, что вы обращаете внимание именно на это, на эту, которую говорит мужчина. Ну, что вам нужно думать головой. То есть, у меня складывается такое ощущение, что вас эта ссада как будто бы задевает. Если я правильно понимаю, то если вас эта ссада задевает, и вам она неприятна по какой-то причине, вот, тогда нужно уже работать непосредственно с вами. То есть, ну, что именно вам неприятно, что именно вам обидно выслушивать. То есть, ну, если вам, если вам действительно обидно выслушивать то, что человек вам говорит. То, что мужчина вам говорит. Вот. Но в любом случае, если вас лично задевает то, что происходит, то проблема это скорее ваша, а не мужчина. И опять же, опять же, нужна притирка, нужно более плавное узнавание человека и так далее. А у вас, у меня такое впечатление, что у вас ничего этого нет. Дальше. Дальше. Так. Самое действие дело неправильно. Помогите, как себя вести. Значит, с одной стороны. Мужчине нужно наглядно, по возможности, показать, что вы делаете все от вас давище. Вот. Вы делаете все от вас давище, чтобы делать лучше. Причем, заметьте, заметьте, неправильно или неправильно, потому что это интерпретация, ну, каждого человека. Нужно понимать, что вы можете делать правильно для себя, и вы можете делать, например, неправильно для него. Поэтому вам нужно показывать мужчине, что вы делаете, стараетесь делать лучше. Не стремиться сразу все исправить, потому что сразу, что вы не исправите, для этого вам необходимо проработать все-таки, ну, модель родительского поведения, да, модель детко-родительских отношений, потому что, ну, явно здесь у вас есть влияние на то, почему вот такая безответственность, вот, плюс неуверенность в себе. И я бы рекомендовал вам отдельно поработать над моделью своего женского поведения, над тем, какая вы женщина вообще, и какой вам нужен мужчина. Вот. Потому что вот, и почему? Потому что вот тот, кого вы выбрали, это человек, который явно, ну, обновится к вам, не сказать, чтобы уважить. И причина вашего выбора, что вот вы, ну, что вы выбрали именно мужчину на какое-то количество лет, на такое количество лет вас старше. Вот. Ну, это, соответственно, тоже чем обусловлено. Обусловлено каким-то выбором. Вот. Обусловлено некими мотивами, если угодно. Значит, с одной стороны вы стараетесь донести до него, что вы будете пытаться делать лучше, с другой стороны вы обозначаете ему границы дозволенного. То есть вы как бы показываете ему, что с вами определенным образом нельзя, что вас нужно уважать. Уважать. Вот. И, собственно, любить. Любить. А мужчины к вам чересчур уж не уважительно относятся, и у этого, к сожалению, тоже есть свои мужчины. И я думаю, я думаю, что именно над этими причинами вам нужно как-то подумать. Вот. Я думаю, так. А также, если будут какие-то блоки на пути к установлению личных границ, да, и невозможность его блокировать, со стороны молодого человека подобную модель поведения, то поработать еще и с ними, поработать еще и с этим аспектом. Дальше. Я психанула и сказала, что мы растянемся, что я завтра от тебя перееду, боюсь уже что-то не так сделать или сказать. Да, я понимаю, что могу где-то не так это сделать, но я же не специально. Вы думаете, это кого-то волнует, что вы не специально это делали? Знаете, вы же не с родителями, да? Вот. А вы же не с папой взаимодействуете, чтобы объяснять ему что не специально. Поэтому здесь я рекомендую вам только уже брать ответственность на себя за то, что вы делаете и стараться предвидеть некие последствия того, что делаете. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.